История эта произошла еще в 2018 году. Моя безумная любовь в природе таки заставила из душного пыльного города летом 18 года отправиться в давно не посещаемые мною края. Находилась в Сибири в 200 километрах от Красноярска чудесная деревня, в которой я проводил много времени, когда был маленьким. Каждые каникулы я отправлялся туда к своим деревенским друзьям и неописуемо красивой сибирской природе. Там у красивой достаточно широкой речушки стоял дом бабушки и деда. Сейчас они живут в городе, путешествуют по всей России, и здоровья и энергии у них больше, чем в молодости, по их же собственным словам. Когда я был юнцом, приезжал в эти края и уплетал свои любимые пельмени и беляши, бабушкиного производства, равным по вкусу коим не сыщешь на всей нашей планете. Вечером парное коровье молоко после целого дня, проведенного на улице с детворой, играя в догонялки, купаясь без разрешения бабушки или просто долгих прогулок. А баня? Баня – это лучшее произведение человека. Столько пользы, столько облегчения она приносит в нашу жизнь в любое время года. В общем-то, ударившись как раз в эти воспоминания, я и решил провести свой отпуск, даже не на море с желтым песком и лазурными волнами. А именно в этой деревушке, которая, по моим воспоминаниям, с большим отрывом выигрывает. Все-таки родное место. Место моей юности. Я приехал в деревню утром, в погожий солнечный денек. И сразу решил прогуляться по деревне. Все те же два магазина, что обслуживают местных жителей. Все те же дома. Правда, некоторые из которых были заброшены и поросли чем только можно. Плюс-минус все то же самое, что было в те времена. Только лишь дерево, из которых были сделаны сами дома и заборы, потемнело. А у некоторых и вовсе начало слегка подгнивать. Я пошел в сторону своего дома, идя вдоль достаточно крупной деревеньки. В ту сторону, где почти у самой кромки водной глади стоял наш дом. Где был даже плотик для рыбалки и купания. Стоял он на отшибе от остальной деревни. По какой-то причине люди не строили свои дома прямо у озера. Скорее всего, боялись, что при сильном дожде река может выйти из берегов и подтопить дом. Не лишено смысла. Кстати, было даже такое пару раз. Но вода не доходила прямо до самого дома. По домику сразу понятно, что в нем давно уже не живут. Хоть и выглядел он больше как загородный особняк, что ли. Особняк кого-то богатого. Продавать его не стали. Он был как ностальгический мостик для всей нашей семьи. Где каждый может приехать и оказаться во временах своей юности. И в полном единении с природой. Соответственно, в доме было много работы по убиранию пыли, травы и кустарников, которые разрослись на территории участка. Что ж, по физическому труду такого рода я тоже скучал. При ведении участка в порядок заняло времени до вечера. После я прогулялся по деревне уже в емках и отправился к себе. Там, сделав себе чаю, вытащил с кухни на улицу стул. И пошел к плотику. Ближе к речке. И попивал чай, просто смотря на прекрасное звездное небо и слушая, как рядом со мной плещется речка. Начал оклонить в сон. Я попрел в дом. Расправил кровать и погрузился в сладкий крепкий сон. Посреди ночи я услышал какой-то шум на улице. Плеск воды. Какой-то совершенно непонятный гул. Луна очень хорошо освещала комнату голубоватым светом. Я встал. Решил выпить водички. Было жутковато находиться ночью одному в пустом доме, признаюсь честно. Инстинкты. Все время хочется оглядываться назад. И уже попив воды, я решил взглянуть на то, что происходит на улице. Шум шел со стороны озера. Я выглянул в окно, но не обнаружил ничего противоестественного. Только стул, который я забыл убрать в дом, сейчас валялся на траве. Как он мог упасть? Ладно. И было еще кое-что. Кое-что, что привлекло мое внимание. Из водной глади озера выделялось что-то черное. Будто бы какой-то черный буйок наполовину выглядывал из-под воды. И это показалось мне очень странным и жутким при свете полной луны. Я решил и дальше лечь спать, и только лег в кровать, как начали раздаваться плеск и какое-то уручание. Я снова в недоумении и страхе встал с кровати и подошел к окну. И тут я остолбенел от ужаса. Из воды начало подниматься нечто. Это было похоже на человека. Темные длинные волосы. И... Охренеть. Это был и вправду человек, вот только... Как выяснилось, через пару секунд это был... Скелет. Человеческие кости. Кое-где на которых еще остались куски плоти. Выходил из воды прямо в направлении моего дома. Я не мог пошевелиться. Но это существо продолжало выходить из воды и уже почти ступило на землю. Какой ужас. Я нашел в себе силы сделать пару шагов назад и упереться в письменный стол. Я не хотел созерцать все это, но еще страшнее было выпустить из виду происходящее за окном. Я, не отводя взгляда от окна, нащупал на столе пластмассовый чемодан с инструментами, который был там всегда, сколько я себя помню. Я раскрыл его и вынул оттуда увесистый гаечный ключ и молоток. Стало чуть спокойнее. Если подумать логически, я мог осилить это существо, имея при себе такое оружие. Что? За моим окном прямо сейчас ко мне движется скелет? А кого хрена? Только сейчас до моего полуссонного и одновременного взбодрившегося от страха мозга начала доходить вся суть вещей. И снова я подумал о том, что могу дать существу отпор, ибо выглядит оно небоеспособным. Однако эта картина настолько не вписывается в реальность, что неосознанно у меня появляются сомнения. Что же делать? Драться? А если меня укусит, я тоже стану скелетом. Если меня эта тварь проткнет насквозь своими костлявыми руками... Я смотрел прямо на нее. И тут она начала ускоряться, быстрым шагом подволакивая левую ногу. Костлявый зомби-человек в лохмотьях приближался ко мне, к моему дому. Я подскочил к окну и быстро задернул его занавеской. Вжался в угол, что был за кроватью. В стекло послышался резкий удар, и я был благодарен вселенной за то, что окно осталось целым. Около часа по всему периметру дома слышались постукивания, пошаркивания и урчания монстра. Иногда стуки царапанья были прямо по окну. В такие моменты было особенно страшно. В планах было просидеть до утра. Я предполагал, что с рассветом тварь покинет пределы моего участка, и завтра же я уеду отсюда. Но планы мои резко изменились. Я сразу отбросил все мысли и стал прислушиваться. Шарканье и урчанье стало больше. И, соответственно, я слышал постукивания уже в нескольких местах. Они будто выявляли слабые места у дома, пытаясь проникнуть в него. И они знали, что я здесь. Их явно становилось больше. Как могут передвигаться кости без сухожилий? Без мышц, без связок? Ну как? Я вспомнил, что была еще одна деталь, о которой я не упомянул. Кости слегка были обвиты чем-то фиолетовым, еле светящимся. Это будто бы обладало какой-то магической силой и помогало приводить это существо в движение. Планы нарушились окончательно. Мое окно разлетелось на мелкие осколки, и даже темная занавеска, закрывавшая окно, рухнула на пол, и я закричал. На середине комнаты лежал стул, на котором я сидел недавно, который оставил на улице. Кто-то с огромной силой запустил его в окно. Да так, что чуть не вылетела оконная рама. И вскоре в окне показались конечности. Кости, кое-где покрытые остатками плоти. Я подорвался и бросился к выходу. Я открыл засов на дверях и ногой выпнул дверь наружу, без оглядки начиная бежать прочь от этих тварей. Я был настолько в ужасе, что только через три минуты я понял, что свернул не в сторону деревни, а в сторону леса. И назад по тропе возвращаться не было никакого желания, а вне тропы блуждать по лесу в том направлении тем более. Я просто бежал глубже в лес, не зная на что надеясь. Благо тогда была лунная ночь, и когда тропа закончилась, я зашел в лесную чащу, я видел хотя бы что-то. Я мчал дальше по лесу. Конечно, я знал тут почти все, но меня в деревне не было уже как восемь лет, и сейчас в лесу царил полный мрак, несмотря на полнолуние. И я забыл о том, что именно в этом месте, куда я прибыл, к реке, параллельно которой я бежал по лесу, именно в этом месте примыкает приток. То есть я уперся в водный тупик. Плыть через приток может и хорошее дело, но я все еще помню, откуда выходили те твари. Я поворачиваю направо и бегу уже вдоль притока, помня о том, что он вскоре приведет меня к деревне, но до нее еще надо добежать. Однако через минуту я понял, что этому не бывать, ибо я наткнулся на тех монстров. До деревни было еще достаточно. Через твари я бежать не хотел. И оттут я увидел, что я в окружении. Единственное место, где их не было, это была река, но и оттуда вскоре стали видны черепа или их остатки. Я был в полном окружении мертвецов. Они двигались ко мне. Среди них были и те, кто двигался очень быстро и казался сильным. Да и в конце концов, кто-то же бросил тот стул с огромной силой, выбив тем самым окно. И тут я услышал выстрелы. Многочисленные, непрекращающиеся. Я надеялся на то, что это люди, и они спасут меня. И да, я увидел, как у одного из скелетов, стоящего неподалеку, разлетелся череп во все стороны. Тут я увидел двух людей, одетых во все черное. Кажется, мужчина и девушка. Все зомби очень быстро и с яростью ринулись к ним. Те неспеша шли по направлению ко мне с пригоркой и расстреливали уже не так многочисленных мертвяков. Работали синхронно, слаженно. Как только у девушки кончались патроны, то тут включался уже мужчина и плотными прицельными выстрелами высекал всех тварей. Теперь огонь вела девушка. Но тут мужчина повернулся ко мне и наставил на меня пистолет. Нажал на курок. Я заорал, что было силы, зажал голову руками, присев. Но понял, что остался цел. Оглянулся назад и увидел мертвяка с раскрошенным от попадания пули черепом. Фух. Быстро эти мертвяки сошли на нет. Они перестреляли абсолютно всех. Та парочка не подошла ко мне, сразу растворилась в лесной чаще. Меня отлегло от души. Что это было? Кто те люди? Из этой ли деревни? Я уже от всего этого устал и просто брел в сторону дома. Вдоль притока. А с мужиком что делать будем? Спросила девушка. Точно, ответил ей мужчина. Расскажет же всем. Продолжила та. Конечно, расскажет, но кто поверит, Лиза? Ответила ей мужчина. Ладно, сказал тот и повернул направо. Девушка пошла за ним. Хотел, блин, отдохнуть приехать. Работа эта достала, маленький отпуск достал. Нельзя людям больше отдыхать от максимально унылых работ. Почему две недели? Откуда нахрен тут взялись скелеты? Я уже совсем поехал. Задавал я тогда себе вопросы, пока впереди не увидел ту самую парочку в черном. Мужчина и девушка. Парень подозвал меня жестом руки. Я ускорил шаг и отправился к ним. «Скажите, кто вы?» – спросил я. «Спасибо большое за то, что жизнь спасли меня. Спасибо большое!» – благодарил их я. «Мы охотники, парень!» – подмигнул мужчина. Высокий, спортивно-сложный, с короткими светлыми волосами, которые торчали ежиком. «Подойди, подойди!» – сказал он. «Хорошо!» – заикаясь, сказал я и подошел ближе. «На-ка, выпей!» – протянул мне какую-то колбочку охотник. «Что это?» – спросил я. «Успокоительное!» – сказал тот, улыбнувшись. Я выпил. «Ну и куда его?» – спросила девушка. «Дом у реки, помнишь? Вот там, похоже, он и живет. А если нет? Ну, значит, проснется не у себя дома. Самое главное, что он не вспомнит ничего почти». Мужчина взял на руки уже отключившегося пострадавшего, и они пошли в сторону того дома. Они без труда попали внутрь, ибо все двери и калитки были распахнуты настежь. Мужчина уложил того на кровать и накрыл простыней. «Вот это будет единственной помехой!» – мужчина указал на разбитое окно и стул по центру комнаты. «Да...» – протянула девушка. «Главное, что эликсир хороший. С утра подумает, что хулиганы окно разбили». «Ну, впрочем, уж думаю, не наша работа», – подтвердила девушка. «Точно», – сказал охотник. Лиза присела на пол, достала из рюкзака толстую книгу и начала читать на непонятном языке. Орион смотрел на то, как кости мертвяков начинают потихоньку испаряться. «Хорошо, что на него напал не тот рогатый, которого я убрал недавно», – сказал охотник. «Это точно», – прервала девушка чтение на незнакомом языке и снова продолжила читать. «Твою дивизию!» – сказал громко я, открыв глаза, лежа в кровати, чувствуя сильную головную боль. «Твою дивизию!» – еще громче крикнул я, когда увидел разбитое стекло и стул, который валялся неподалеку. И дня не прошло, а уже беспредел творят. Ну что за люди? Я встал с кровати и проверил, ничего ли не украли. Да все на месте вроде. Странно. Долго еще приходил в себя наш герой. И думал о людях, о жизни, о пластиковых окнах. Сегодня снова была отражена атака, так сказать, с потусторонней стороны. И снова была спасена не одна жизнь. И слава богу, все прошло гладко. Тут над лесом раздался крик парня, наступившего на стекло, что было последней каплей его терпения. Ну, или почти гладко прошло. Ну и из минусов. Знакомый нашего героя дед Семеныч из деревни с его внуком проснулись ночью от звуков выстрелов.